Здравствуйте всем. Вы слышали от главного ученого, что в 18 веке, позже, его звали Коперник. Слышали про него? Однажды его посидели. А кто-то знает, за что посидели его? За меня круглый. Ага, да. То есть, он, наверное, был первый человек, который понял, что не все вращается вокруг Земли, а на самом деле Земля вращается вокруг Солнца. И в религиозные лидеры его права не восприняли такую новость и сказал, что он эротик и за это ерес осадили его. Но сегодня, нам понятно, мы все воспринимаем, да, потому что Земля не является центром всего, а вот все-таки вращается вокруг Солнца. Но знаете, как люди, у нас все равно есть эта склонность думать, что все равно человек, человечество является центром всего. Что все равно, что все, образно говоря, вот, вращается вокруг нас. И если, ну, Библия, вот, если человек так верит, он почти в правду верит. То есть, то есть, Библия ясно говорит, да, о том, что Бог действительно поставил человека в центре его творения. И что Бог дал человеку такую ответственность, заботиться о его творении. Но, как люди, мы часто забываем, что мы не являемся творением всего, а мы все-таки творением. И что, в конечном итоге, Бог является центром всего, наш творец. Он первый и последний. Он является центром всего. И даже, к сожалению, иногда, как христиане, мы об этом забываем и поставим Бог себя в центре всего. И вот это уже третья неделя, когда мы идем, вот, это путешествие через книгу Аллахума. И одна из самых важных целей вот этой книги, это помогать нам, чтобы человек не стоит в центре всего, в центре истории, а Бог. Бог двигает историю, у Бога есть план для истории. Мы не все контролируем, а Бог все контролирует. Бог отвечает за все, и мы. Если помните, мы прочитали, да, две жалобы Аллахума, Богу, когда он смотрел на свою страну, не могла Богу, а что увидел всю насилие и справедливость везде, и за это он жалуется Богу. И в ответ Бог откроет будущее Аллахуму. Он откроет ему то, что будет. То есть, это как будто Аллахум переживает, беспокоится о том, что все, его сторона видит, вся ситуация такая видит, из-под контроля. И он не видит, что Бог что-то делает. Как будто Бог забыл о своем народе, забыл об этой планете, которую он создал. А для того, чтобы успокоить его, утешить его, Бог откроет будущее, которое он уже заранее спланировал для своего народа и на самом деле для всех людей. И помните, вот, в прошлое воскресенье читали ключевой стих в этой книге, когда Бог говорит, «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как води наполняют море». «Ибо земля наполнится, это точно, это Бог сказал, и это будет». Но наша проблема тогда возникает, когда вместо того, чтобы мы понимаем Бог в центре истории, мы думаем, что очень многое зависит. И когда мы видим вот себя в центре всего, у нас представление Бога уже искажается. И, может быть, мы тогда смотрим и понимаем, что Бог – это Бог, который нуждается в нашей помощи все-таки. И это влияет на всю нашу христианскую жизнь. Допустим, вот, это влияет на наше благовестие. Вот наше благовестие должно быть, да, про возглашение о том, кто Бог и что Бог сделал. А когда мы уже ставим себя в центре всего, а не Бог, наше благовестие тоже становится какой-то неловкой защитой о том, что вроде бы неплохо верить в этого Бога. И это Богу вот это понравится, если ты знаешь, что вы либо его верите. Или, когда мы ставим вот себя в центре всего, мы больше и больше переживаем, что, может быть, действительно вот эти цели тьмы, они могут стать еще сильнее, может быть, они победят церковь. То, может быть, вот будет время, когда люди не будут ходить в том молитве, в церковь, в Богу. Или, на счет нашего служения, вместо того, чтобы мы уделяли время молиться Богу, узнать то, чем Бог занимается, и потом присоединиться вот к этому, вместо этого мы занимаемся вот наше служение, мы думаем, что все зависит от нас, от нашего служения. И да, мы просим, чтобы Бог благословил, но мы думаем, что это наше служение. Мы понимаем, что это на самом деле Божие служение. И когда мы молимся этому Богу, скажем ему, мы, может быть, видим его как, ну, как дедушка, да, славы, которые нуждаются в нашей помощи для того, чтобы исправиться с тем, что происходит на этой планете. Но после того, как Аввакум подучил эти два ответа от Бога, его видно в главе, которую мы сейчас прочитаем, видно, что его представление Бога изменилось, и радикально изменилось. То есть это откровение, которое Бог дал ему, о том, как он работает через историю, изменило вот самого пророка Аввакума. И это откровение тоже должно изменить нас. Давайте сейчас будем читать вот третью главу пророка Аввакума. И здесь именно это его откровение на то, что Бог ему уже открыл. Давайте полностью тогда третью главу прочитаем. Молитва Аввакума, пророка, для пения. Господи, услышал я звук твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое, среди лет и видь его. Во гневе вспомни о Минусе. Бог от Фиманы придет, и святой от горы Тарану. Покрыло небесами личие Его, и славу Его наполнилась земля. Блеск ее, как лучезарный свет, от руки Его лучи, и здесь стоит его силу. Пред лицу Его идет ядро, а по стопам Его звучит ветер. Он встал и поколебал землю. Возрен и в трепет привел народы, вековые горы распали, травобытные залмы опали, пути Его вечер. Грустными видел я шатры и феопские. Созревлись палатки земли макеанской. Разве на реки он всплывал, Господи, где входит? Разве на реки и годование Твое, или на море я распорял, что Ты вошел на коней Твоих, на колесницы Твоих спасительных. Ты обнажил лук в Божьем, покляданному обетованию, данному колену. Ты потоками рассек землю, увидев Тебя, и святых гор, длинулись в воду, бедно на благовом селу. Таков подняла Твоя. Солнце и луна остановились на месте своем через светом, летающих в тел Твоих. Предсиянием сверкающих копьев Твоих, во в небе шествуешь Ты по земле, и негодование опираешь народу. Ты, уступая для спасения народа Твоего, для спасения помаженного Твоего, Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания советов. Ты пронзаешь копьем его главу, а жди его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня, в радости, как бы думая, поглотить бедного скрытого. Ты с конями Твоими на грозу путь по морю через пучину великих Твоих. Я услышал, у вас перепитала внутренность моя, и вести о всем отражали губы мои. Боль проникла в кости мои и покоребляет место подо мною. А я должен быть спокойным в день бедствия, когда придет народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лотах, и маслина изменила, и Нила не дала пищи, хотя бы не стала овец загонить, и рогатого скота стоила. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он делает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Спасибо. Вот первое, вот 16 стихов здесь, это как будто Аввакум смотрит назад. Но он пишет здесь в прошедшем времени. Наверное, Бог открыл, или просто Он размышлял над тем, как Бог спас свой народ и вывел вот свой народ из Ефигда. и в этих стихах Бог это воин, воин, Бог силный, Бог, который не нуждается никакой помощи у другого. Это Бог, который здесь спасает, спасает свой народ от врага. И Аввакум вот это все понимает и понимает историю и хочет, чтобы Бог и так поступил в его время. Но с одним условием, да, что во гневе вспомни о нем с ним. Хорошо понимает характер Бога и о том, что гнев без милости это что-то очень, очень страшное. И когда он это либо видел, либо размышлял над этой историей, он понимает, кто Бог на самом деле. И как в предыдущей главе, как Бог говорит, вот, нет Господа и Сапаева, что народ и трудится для огня, и племена мучат себя напрасно. А здесь это не Бог, который напрасно что-то сдает, это люди на этой планете, которые так и трудятся напрасно. А Бог говорит, что земля наполнится познанием славы Господа, как води наполняет море. Бог знает то, что дает. дает. Но когда я читал эти стихи, вот, мне стало понятно, что Абвакум не только смотрит назад на те события, когда Бог освободил свой народ из из Египта, он Боже, чем это говорит здесь. Когда мы читаем эту поэзию, эту песню, это понятно, что он говорит о каком-то событии на много большом масштабе, чем то, что случилось в Египте. Я думаю, это как будто человек смотрит через сквоз стекло. Когда мы смотрим через стекло, одновременно мы можем видеть отражение того, что сзади нас, и в то же самое время мы видим сквоз это стекло, то, что стоит у нас впереди. И как будто вот эта песня отражает, что одновременно он смотрит назад о том, как Бог спас свой народ, и смотрит вперед о том, что как Бог будет спасти его народ через поколение и мне кажется он тоже говорит о окончательном ступном тенье. А как это влияет на него, когда Аввокум вот это все выдал, он говорит в 16 стеке, я услышал и воскрохотала внутренняя слава, приветствую осем, задрожали губи мои, болг проникла в кости мои, и колопел совместно под мною. То есть это страшный день, это страшное событие, и в этот день люди не будут задавать Богу какие-то сложные вопросы свои, а Бог будет задавать людям свои вопросы о том, как они жили. В этот день мы не будем защищать Бога и Его истину, а Бог будет защищать нас, будет нас спасти. И понимаете, вот с этим знанием, и только с этим знанием Аввокум теперь может писать последние стихи. это, наверное, самые известные Его слова. 17 по 19 стихе. Имея вот это знание, что все по контролу Бога, что все идет к совершению Божьего плана, он пишет 17 стихе. Хотя бы не расцвелась смоковница и не было плода на винограде и лозах, и маслина изменила, и небо не дала пищи, хотя бы не стало без загоня и рогат этого скота стоило. Хотя это все, но и тогда я буду радоваться Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог сила моего. Он сделает ноги моей как в лене и на высоте моей возведет меня. Абакум сейчас верит, что будущее это Божье будущее. Он знает, что все под другом. И поэтому Он может писать эти на самом деле удивительные слова, что когда наши обстоятельства кричат нам, что Бог оставил нас, что Бог больше не заботится о нас, что Бог больше не любит нас, как будто Он оставил нас, и поэтому обстоятельства такие плохие. Абакум говорит нет, нет, это только обстоятельства. А я знаю будущее. Я буду радоваться Господи даже при таких условиях обстоятельства. Я буду веселиться Богом спасением моего. Это как будто его жалобы, его вопросы уже отпали все всем. Он больше не смотрит на других людей. Он больше не смотрит на их сердце, на их поступки. Он уже начал смотреть на себя и на свое сердце. И на самом деле мы должны пристаниться к нему в это путешествие. Позапрошлое воскресенье мы говорили много о суверенности Бога, как Бог использует события в мире сегодня для того, чтобы осуществить свои планы. О том, как Бог использует даже зло и грех для того, чтобы осуществить то, что Он хочет. О том, как Бог работает в другом масштабе, чем мы можем представлять. И в это время мы вроде бы определили внимание на наши мозги, мы пытались это все понять нашими мозгами. А теперь пора определить понимание наше сердце и как об ум понять, как мы должны реагировать на все, что Бог здесь открыл. Это уже пора излетать свод наше сердце. Настолько мы верим, что будущее это Божье будущее. И что несмотря на обстоятельства земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняет море. А что, а что если допустим израно продолжает расти по всей Европе, по России, а что если в нашем городе будет больше мечетей, чем запрет? Будем ли мы тогда еще решить радоваться Господе и верить, что все равно земля наполнится познанием славы нашего Господа, как воде на море? А что если кризис на Украине сейчас еще развивается и будет война, будет хаос, будет страдания, будем ли мы тогда верить так саму повод, что все равно земля наполнится познанием славы Господа, как воде наполняет море? Будем ли мы все равно веселиться и радоваться о Господе? и что если в личном масштабе можно сказать а когда я написал я думал об одном человеке вот вангри друга моего он уже давно верующий он очень посвящен Богу такой человек ему наверное 55 лет и недавно узнал что у него очень агрессивный сегодня как будто он здоровый человек он играет в тенис он долго едет на велосипеде но он знает что через несколько месяцев ему уже будет сложно двигаться и наверное через пол года он умрет и переписывая с ним я вижу вот эту борьбу в нем буду ли я все равно радоваться господи не смотря на мои остальные острова и знаете вот может быть сейчас мы бы сказали да конечно я буду знаете вот даже вот эта мелочь может эту истину убрать от нас и ирония такая пока я написал вот эту проповедь я неправильно сократил эту проповедь на своем компьютере следующую половину вот следующий день подошел к компьютеру вот и понял что я потерял то что я сдал вчера и сначала вот настроение вообще упало как это так и потом вспомнил о чем я даже написал и увидел вот эту иронию вот а даже вот эта мелочь может убрать вот эту радость покаялся о чем я сейчас говорю и знаете вот для меня вот это очень полезно как-то представить что моя надежда это как какой-то предмет допустим моя надежда это вот эта книга и вопрос заключается в том куда я ставлю вот свою надежду где находится моя надежда каких вещах и может немножко сложно ответить на такой абстрактный вопрос но мы можем узнать ответ вот и каждый может узнать ответ где находится вот моя надежда сегодня очень очень простым образом просто надо закончить честно следующее предложение предложение такое мне что бы чтобы я был счастливым мне нужно как вы сегодня ответ или закончил это предложение для того чтобы я стал я был счастливым человеком мне надо здоровьем кто-то мне надо чтобы мои дети получили хорошее образование потом устроились на хорошую работу если я так отвечу тогда понятно моя надежда где твои дети может кто-то бы сказал для того чтобы быть счастливым мне надо чтобы моё здоровье стало лучше ну тогда понятно моя надежда где своём здоровье для того чтобы стать счастливым мне надо купить новую машину тогда моя надежда в покупке новых вещей для того чтобы стать счастливым мне надо жениться и выйти замуж роди ребёнка тогда моя надежда в своей семье будет жить или для того чтобы я был счастливым мне надо жить в стабильной стране где есть мир и справедливость тогда я знаю моя надежда политика и конечно это все хорошие вещи и мы можем надеяться за такие вещи чтобы они существовали конечно и когда такие хорошие вещи произойдут конечно это даёт нам радость но проблема возникает когда наша основная надежда находится в таких вещах почему потому что мы не можем контролировать эти вещи а вдруг моё здоровье становится хуже а не круче а вдруг я потравлю работу я не могу купить эту новую машину вдруг я не буду выйти замуж или жениться а вдруг мы пойдём на войну когда моя надежда основная находится в таких вещах моё настроение уже является рабом моих обстоятельств моё настроение это только раб раб своих обстоятельств но Авакун он это всё понял и он положил свою надежду где его вне обстоятельств он положил свою надежду в Божьем будущем и поэтому его настроение его способность радоваться независимо от того что вокруг его происходит и он поэтому пишет хотел бы не расцвелать знакомство и не было плата на виноград и гроза и маслина изменила и небо не дало ищи хотя бы не стало в догония и рогат этого скота строго даже если всё Бог но и тогда я буду радоваться Господи и вослиться о Боге спасения моего Бога он он положил свою недежду в том месте откуда никто и ничто может это убрать давайте уже закончим тогда и просто в заключении тогда вспомним и возвращаемся к начале вот этой серии проповедей помните мы сказали можно сравнить эту книгу Эвакула как локарство с локарством и тогда вопрос вот это локарство вот эта книга Эвакула как она лечит но вот это локарство Эвакула исцеляет нас от такого ложной веры о том что будущее зависит от нас и что все под нашим контролем это дает нам утешение даже когда мы смотрим на все что происходит в мире а даже сегодня когда читаем Новыйский когда как будто все уже давно вышло под контролем эта книга как лекарство культуры помогает нам сделать эту революцию Коперми и понять что Бог является центром всей истории то мы можем не дополняться не смотря на наши остальные и наверное мы все нуждаются именно таком для констерта давайте погодимся таком таком Продолжение следует...